Как не допустить второй волны коронавируса, но при этом избежать нового общенационального карантина? С приближением осени, периода сезонного всплеска инфекционных заболеваний, такой вопрос всё чаще задают себе власти европейских стран. COVID-19 активно циркулирует на 20% территории Франции. В Париже ношение маски уже обязательно повсюду. Но 1 сентября дети всё же вернутся в школу. Последние несколько недель эпидемия набирает обороты. Мы обязаны вмешаться, вернее продолжить оказывать широкомасштабное противодействие. Дети вернутся за парты и в Испании. Надевать маски обяжут всех учащихся старше 6 лет. При этом число новых случаев заражения в стране вновь растёт. В Германии жителям напоминают о никуда не девшейся за лето угрозе. и вводят новые штрафы в 50 евро для тех, кто решится зайти в магазин или воспользоваться общественным транспортом с открытым лицом. Мы пересмотрели принятое в июне решение о запрете на проведение массовых мероприятий ввиду невозможности соблюдения на них социальной дистанции. Мы намерены продлить изначально действовавший до октября запрет до декабря. Всемирная организация здравоохранения призывает и другие государства не снимать ограничения. По мнению экспертов, за последние месяцы жители многих стран слишком расслабились и социальную дистанцию соблюдают всё реже. В ВОЗ уверены, быстрое получение людьми результатов тестов поможет избежать новых вспышек коронавируса.